Память военнослужащих Тихоокеанского флота, погибших в авиакатастрофе 30 лет назад под Ленинградом, увековечили. У дома офицера флота состоялась торжественно траурная церемония открытия мемориальной доски командованию объединений гарнизона «Залива Стрелок». В митинге приняли участие командующий Приморской флотилии разнородных сил Виктор Соколов, глава городского округа Евгений Бочаров, представители общественных и ветеранских организаций, военнослужащие кораблей и частей, жители города. Ежегодно в газовщину трагедии родные и близкие, сослуживцы и боевые товарищи, военнослужащие кораблей и частей, жители многих городов России, в числе которых и Фокина, вспоминают Тихоокеанцев, погибших при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе 7 февраля 1981 года под Ленинградом. 30 лет прошло со дня трагической гибели военнослужащих Тихоокеанского флота, но события этих лет до сих пор помнят и свято чтят память всех погибших. Ровно 30 лет назад, после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава военно-морского флота, под руководством главнокомандующего военно-морским флотом Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Горшкова, командование Тихоокеанского флота, как и командование других флотов, возвращалось в свои родные базы. Руководящий состав Тихоокеанского флота на этом оперативно-мобилизационном сборе показал высокую выучку, профессионализм, и главнокомандующие военно-морским флотом были отмечены в лучшую сторону. Тогда, 30 лет назад, после оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава, военнослужащим Тихоокеанцам не суждено было вернуться домой. Делегации всех флотов возвращались к местам дислокации на собственных самолетах, в том числе и Ту-104 ВВС ТОВ. На глазах множества людей самолет, едва набрав высоту 50 метров, резко накренился на правое крыло, перевернулся, рухнул на взлетную полосу и взорвался. Так, катастрофа унесла жизни 50 человек, в том числе 44 военнослужащих, из них 13 адмиралов и 3 генералов. Большую часть командования Тихоокеанского флота и его основных объединений. Трагедия, произошедшая 30 лет назад, унесла жизни многих адмиралов и офицеров военно-морского флота. Их по праву любили и ценили не только на Тихоокеанском флоте, но и на всех флотах единой страны. Это были люди, которые прошли героический и трудный путь. Люди, которые воспитали многие поколения военных моряков и матросов, и офицеров. Память военнослужащих Тихоокеанского флота, погибших в авиакатастрофе 30 лет назад, 7 февраля под Ленинградом, уже давно увековечили. Их имена навечно высечены в граните. В нашем городском округе фамилиями погибших названы улицы Белышева, Тихонова, Постникова, Челкова. На них установлены мемориальные доски. Николай Ильич Мартинюк был лично знаком со многими погибшими и сам только по счастливой случайности не оказался в том самолете. Я пришел служить мичменом к старшему помощнику эсминца, веский капитальный лейтенанту Тихонову. И с тех пор, рука об руку, до последнего дня, я на эскадре, он здесь на флотилии, служили мы вместе и так далее. Каждый из этих людей был не просто профессионал, это был великий, честный, труженик моря, настоящий советский человек. Сейчас бы они бы смотрели на то, что происходит у нас с флотом, с Россией, с такой же горечью, как смотрю и я. Вечная память моим друзьям, моим коллегам, моим учителям и моим ученикам в этом самолете. Огромное спасибо, низкий поклон ветеранам, главе администрации и всем, что вы помните об этом. Чтите память и открывайте доску. Спасибо вам, дети. Спасибо и дай Бог вам здоровья. Сегодня у Дома офицера флота в торжественной обстановке память о погибших при исполнении служебного долга открыли памятную доску. Этот проект можно по праву назвать народным, потому что он был задуман по инициативе Совета ветеранов и Комитета ветеранов вооруженных сил нашего города. Деньги собирали всем народом, и я сегодня хочу от имени Совета ветеранов, от Комитета ветеранов выразить сердечную благодарность людям, которые приняли в этом участие. И еще я хочу передать сердечное спасибо от Комитета вдов погибших тикоянцев, которые находятся в городе Санкт-Петербурге. Я разговаривал с Тихоновой Ниной Ивановной буквально накануне, с Чулковой Тамарой Ивановной и Постниковой Людмилой Филипповной. Они низко кланяются всем тихоокеанцам, фокинцам, командованию, администрации и благорядряд за ту память, которую мы сохраняем о их мужьях. Вечная память погибшим наших товарищам. После торжественного митинга к мемориальной доске возложили цветы. Минутой молчания почтили собравшись о память всех погибших в авиакатастрофе. После минуты молчания, особенно громко и отчетливо, прогремели залпы оружейного салюта. Горь! Залп! Горь! Залп!